МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире первого караганинского новости. Здравствуйте. Студия Янышел Корбек. Сегодня в выпуске. Сорванные кровли и облицовка домов. Таков итог вчерашней непогоды. Из-за сильного ветра сорвалась облицовка многоэтажного дома в микрорайоне Астана. Повреждения получили три автомобиля. Сказали, что мы сами должны ремонтировать. Но мое мнение, мы невиновны в этом. Лифтовое хозяйство, канализационные колодцы, трансформаторные будки и многое другое. Аким области Ерлан Кошанов распорядился принять меры по обеспечению безопасности граждан. Займитесь полностью. Также провести ревизу на предмет выявления открытых анализовок колодцев. Ушел на повышение. Аким города Сараня Анатолий Шкарупа оставил пост гражданачальника и назначен заместителем главы Караганинской области. Который получил по ходу своей трудовой деятельности. Они пригодятся во благо Карагандинской области, поселению, жителей Карагандинской области. Спасибо большое. В Караганде шквальный ветер снес декоративную обшивку жилого дома по улице Ермекова. Куски обшивки приземлились на дворовой тротуар и повредили три автомобиля. Данная ситуация в этом дворе возникает не первый год. В регионе накануне объявили штормовое предупреждение. Но такого разгула стихии карагандинцы явно не ожидали. Вчерашняя непогода привела к сорванной кровли и облицовке. Порой ветра достигли 30 метров в секунду. Куски обшивки новостройки по улице Ермекова, 106,2, сразу начали падать на машины. Жители в ужасе подумали, что разрушается сам дом. Вот ночью такой грохот стоял. Я думала, что дом наш валится. Мы с отцом выглянули, а там лежат сайдинги. В тот день ночью начался сильный ветер. До 3-4 часов ночи был сильный грохот. А потом послышалось, что упало что-то большое. Тогда я поняла, что опять повторяется ситуация тех годов. С двух сторон дома начали просто рассыпаться сайдинги. Я хоть и живу в середине дома, мне должно было слышно, что уже говорить о крайних. Жители также отмечают, что это далеко не первый случай, но с каждым годом разрушений становится все больше. Гульмира Кокебасова живет в этом доме с 2008 года. Она говорит, что с самого заселения начались проблемы. То в подвале воды по колено, то обшивка слетает при любом ветре. Это уже не удивительно. Ветер начинается, слышим сразу грохот, и дом начинается просто рассыпаться на глазах. Куда только не писали заявление, теперь Акимат говорит, что ремонт должны мы сами делать. Дом был построен в 2007 году. В основном здесь живут бюджетники и до сих пор выплачивают ипотеку. Суммы немаленькие – больше 100 тысяч тенгей в месяц. Жители же считают, что причиной их бед являются некачественные строительные материалы. Сказали, что мы сами должны ремонтировать. Но мое мнение – мы не виновны в этом. Это как сдали, как приняли. Бестолково, конечно. Даже приемки, наверное, не было как таковой. Вот сейчас взгляните, там вонь стоит внутри, вода стоит по колено. Даже невозможно туда зайти, добраться. После происшествия жители дома провели собрание и пришли к единому мнению – добиваться справедливости. Фариз Албаева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области снесут дома, поврежденные от паводков. Всего в Бухаржиравском районе пострадали 15 домов. Из них 5 подлежат сносу. Кроме того, будут выделены средства на восстановление размытых дорог в Шетском районе. Таким образом, реальная сумма ущерба будет в несколько раз больше, чем 160 миллионов тенге, заявляет в Акимате Шетского района. В Бухаржиравском районе пострадали 15 домов. Из них 5 – аварийные, то есть подлежат сносу. Чиновники Шетского района заявляют, что эти дома подтапливают каждую весну. Жители категорически не хотят там жить. Сумма ущерба в этом районе составила 112 миллионов 445 тысяч тенге. Будет компенсирован ущерб по 123 с заявлением от жителей поселков Садовое и Чкалово. 14 семьям будет выделено 4 миллиона 683 тысячи тенге. Жильцам пяти пострадавших домов сейчас рассматривается распределение квартир. Жители Красной Поляны находятся в поселке Агадырь. Мы сняли им квартиры. Данная ситуация повторяется третий год подряд. Сколько денег потребуется на восстановление размытых дорог в этом районе власти еще считают. Таким образом, в районном Акимате считают, что реальная сумма ущерба будет в разы больше, чем 160 миллионов тенге, предварительно озвученной в Акимате Карагандинской области. Из областного бюджета планируется выделить ориентировочно 148 миллионов 600 тысяч тенге. И порядка 12 миллионов тенге будет выделено из бюджетов районов. А сердце Замбаева Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Аким Карагандинской области Ирлан Кошанов поручил провести ревизию лифтового хозяйства. Связано это с тем, что в Астане участились случаи аварии. Безопасность граждан обсуждалась на очередном аппаратном совещании в областном Акимате. Дважды в Астане в одном и том же жилом комплекса срывались лифты. К счастью, обошлось без жертв. И тем не менее, эти происшествия заставили карагандинские областные власти обратить пристальное внимание на состояние лифтового хозяйства. На очередном аппаратном совещании глава региона Ирлан Кошанов потребовал провести ревизию всех подъемников и представить результаты в двухнедельный срок. Я вчера буквально новости слушал, как будто слот кислот по Астане. Уже несколько случаев, один на другую течение месяца. По нему надо будет профилактики, по восстановлению ремонта. Нужно будет сделать баню опять и заниматься. С фондами населения надо будет проводить. С теми управляющими компаниями или поиска, с ними надо работу провести. Происшествия с лифтами стали поводом для обсуждения безопасности граждан. Акимобласти распорядился провести проверку состояния трансформаторных будок, канализационных колодцев, заброшенных зданий. Всего того, что может представлять опасность для людей, особенно для детей. Почему я говорю? Потому что ко мне люди на личных компаниях, на моих блогах, в секциях массовой информации, которые будут. И в основном это остро стоят теми металла, которые я говорю, эти вопросы. Займитесь полностью. Также провести ревизию, например, выявление открытых комбинационных колодцев, заброшенных зданий, ям, котлован, распределительных токов, проводов высокого награждения, несанкционированных слабых отходов. Соответствующие нашей службе проведите проверку. Обеспечение безопасности людей глава региона Ерлан Кушанов поставил особой задачей. Тем более во время летних школьных каникул и купального сезона. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Сменился заместитель Акима Карагандинской области по вопросам энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и ЧАЭС. На эту должность назначен Анаторий Шкарупа. До этого он работал Акимом Сарани. Заместителем Акима Карагандинской области по вопросам энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и ЧАЭС назначен Анатолий Шкарупа. До этого он работал Акимом Сарани. Родился Анатолий Шарупа в 1975 году в городе Исы Калматинской области. Имеет высшее образование по квалификации инженер-экономист. С ноября 2014-го до назначения работал Акимом города Сарани. Я от всей души хотел бы удовлетворить вас совместную работу. На самом деле много начинаний, много идей. От вас пытался, сам предлагал, что-то успели сделать, чему-то серьезно помешал тот бюджетный кризис, через который мы все прошли. Но надеюсь, что все начинания, они не останутся, будут продолжены. И в конечном итоге жители города получат город, который будет им нравиться, который будет любимым городом в конечном итоге. На пост Акима Сарани назначен Ержан Тимирханов. Прежде он занимал пост Акима Октябрьского района Караганды. Депутаты местного мыслихата единогласно одобрили его кандидатуру. Есть проблемы с дороги. Я в прошлый раз был с Аней. Проблемы и дворов. Мы знаем эти проблемы. Все вместе будем этим вопросами заниматься. Но сегодня я какой-то речью, обещаниями не хочу выступать. Я хотел бы, чтобы Аким вник во все эти вопросы. Через месяц, другой, здесь, наверное, таким составом мы соберемся и поговорим. Ержан Тимирханов, в свою очередь, поблагодарил главу региона за оказанное доверие и пообещал выполнить возложенные на него задачи. Моим распоряжением по согласованию с администрацией президента республики Казахстан Липунов Андрей Васильевич освобожден от должности заместителя Акима области в связи с переходом на другую работу. Как вы знаете, Андрей Васильевич более двух лет курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства. ЧАЭС. Лично я проработал недолго с Андреем Васильевичем. Но за этот период времени он показал себя как профессионал, знающий болевые точки нашей области. Глава региона Ерлан Кушанов поблагодарил Андрея Липунова за плодотворную работу и вручил почетную грамоту. Также он отметил, что благодаря оперативным и своевременным действиям в Карагандинской области удалось минимизировать последствия паводка. Я надеюсь, что таким коллективом вы сможете выполнять любую задачу, которую перед нами не станет правительство или глава государства. Спасибо большое. Айнур Нурмангалиева, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Торговая сеть «Скиф» в Караганде представляет акции с 8 по 21 мая. Майонез 3 желания 800 грамм 385 тинге, голень индейки 1 килограмм 576 тинге. «Скиф» – просто сравни цены. Коммунисты Караганды приветствуют и поддерживают программную статью главы государства, в котором президент говорит о необходимости нравственного и культурного развития молодого поколения. Об этом представители Коммунистической партии заявили на специальном мероприятии. За круглым столом собрались представители общественных объединений и различных политических партий. Культурно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи. Коммунисты Караганды в этом видят одну из своих основных задач. В своей программной статье «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания» глава государства уделяет особое внимание воспитанию подрастающего поколения. Представители Коммунистической народной партии заявили о полной поддержке президента. «Эта реформа очень нужна для государства, потому что молодежь – это наше будущее. И что еще хотелось бы сказать? То, что молодежь, она должна идти вперед с сознанием наших, кто постарше, возможности узнать жизнь, какова она есть, и жить дальше в нашем развивающем государстве». За круглым столом также было отмечено, что молодежные объединения различных политических партий присоединились к призыву модернизировать общественное сознание. Напомним, глава государства в своей статье отмечает, что духовное возрождение Казахстана началось не сегодня. За годы независимости проделана большая работа, но теперь предстоит сделать еще больше. Глава государства призывает казахстанцев отказаться от многих прежних привычек и правил, соблюдая культуру, прийти к новым открытиям в экономике, культуре и межнациональных отношениях. Асель Сазанбаева, Жасулам Акулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Дорожная авария в Караганде унесла жизнь девушке. Еще одна жительница города госпитализирована в больницу. По словам очевидцев, легковая автомашина на большой скорости сбила девушек на пешеходном переходе на улице Приканальная. По предварительным данным полицейских, водитель не справился с рулевым управлением. О тяжести происшествия ярко говорят эти фотографии, сделанные через несколько минут после дорожно-транспортного происшествия. Очевидцы рассказывают, что двух девушек сбила легковая автомашина, которая шла на большой скорости. По всей видимости, водитель иномарки, пытаясь уйти от столкновения с пешеходами, не справился с управлением и допустил опрокидывание. В результате происшествия одна девушка получила травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась в областном медицинском центре. Вторая пострадавшая доставлена в клинику травматологии имени Макожанова. Сегодня ее жизни ничего не угрожает. Переосмотр у нас стояло девушкой средней степени тяжести. У нее имеется открытый пилом лодыжек. После осмотра девушка все взят в операционную, прооперировано, признавалось свой синтез, похоронировалось свой синтез. Сейчас стояло девушкой стабильнее, но в сознании адекватно находится в отделении. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится досудебное расследование, назначена экспертиза. Водитель задержан и помещен в изолятор временного содержания. 15 мая около 10 часов вечера 20-летний водитель автомашины БМВ совершил наезд на двое пешеходов. В результате ДТП пострадавшие госпитализированы. На сегодняшний день сотрудник полиции, 20-летний водитель, водворенный изолятор временного содержания, проводится расследование. Известно, что водитель иномарки работает в одном из городских таксофирмы. В компании заявили, что в момент аварии молодой человек уже отработал свою смену. Андрей Тенжак, слуг Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В честь праздника Международного дня семьи специалисты областного центра формирования здорового образа жизни посетили родильные дома Карагандинской области. Помимо поздравлений, молодым мамам подарили средства по уходу за нарожденными и познавательную литературу. Хочу пожелать, чтобы ваши малыши были здоровыми, счастливыми. Но прежде всего, вы сами должны быть здоровы, соблюдать принципы здорового образа жизни. В честь Международного дня семьи представители центра формирования здорового образа жизни посетили все родильные дома Караганды и поздравили рожениц с этим замечательным праздником. Айсулу Каукенова – одна из них. Она рожает уже второго ребенка. Девушка призналась, что такие подарки ей делают не в первый раз. Вчера родила ребеночка. Все у нас прошло хорошо. Потом медсестра и заведующее отделение поздравили. Заносили листовочки с биосферой. Сказали, прочитайте. Там очень много визиточек. Очень полезная информация. Спасибо. Помимо поздравления, специалисты центра ЗОЖ подарили молодым мамам средства по уходу за новорожденными, буклеты с нужной информацией и много других полезных вещей. Семья – это не просто ячейка общества. Это место, где царит любовь и уважение. А в семьях главное – это дети, заявили представители центра ЗОЖ. Семья – это не только ячейка общества, но это, конечно же, место, где царит любовь, уважение, где соблюдается семейная и культурная традиция, а также историческая преемственность. Ежегодно мы проводим вот такие поздравительные акции в роддомах Каргандинской области с пожеланиями для женщин соблюдать принципы правильного питания, соблюдать культуру здорового образа жизни. Такое мероприятие устраивается ежегодно. Организаторы заявили, что для них это стало уже доброй традицией. Врачи Центра формирования здорового образа жизни уже посетили родильные дома Сарани, Шахтинска, Шахана и других городов области. Андрей Тенаж, Аргибаев, Олжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Каргандинский. Пока жива память о человеке, жив и он сам. Под таким лозгом 20 и 21 мая в Семиртау пройдет ежегодный турнир по волейболу, посвященный памяти ветерана КНБ Жахана Медиубаева. В турнире примут участие 10 команд из Казахстана, России, Кыргызстана и Узбекистана. Перед стартом соревнований организаторы дали пресс-конференцию, на которой побывала Фариза Улбаева. На традиционные соревнования по волейболу соберутся более 10 команд. Почтить память ветерана Комитета национальной безопасности полковника Жахана Медиубаева соберутся волейболисты не только из Казахстана, но и из Новосибирска, Бишкека, а также сборная команда Узбекистана. Первый турнир был организован в 1997 году и сегодня соревнование обрело статус международного. «Идея о проведении турнира возникла в 1996 году, в год, когда скончался полковник у нас, кто с ним играл в команде, кто с ним дружил. Вот возникла такая идея, чтобы увековечить память. Ну, увековечить, может, сильно сказано, но хотя бы там продлить. Что мы стараемся сделать вот уже в 21 раз». Сам Жахан Мкатаевич Медиубаев, память которого проводится этот масштабный турнир, очень любил этот вид спорта, был активным и хорошим игроком. Его знали от Калининграда до Владивостока, уделял большое внимание популяризации спорта и всегда активно пропагандировал здоровый образ жизни. «Он сам был очень большой любитель волейбола, энтузиаст волейбола. Очень заметная фигура была в волейболе, в нашем регионе. Его знали по линии КГБ в масштабе Союза, потому что он играл за высшие курсы КГБ в Минске. То есть это игрок очень классный был». Ежегодно в турнире участвуют как ветераны, так и действующие спортсмены. Ожидается, что в этом году сыграют 12 команд. В первый день игры пройдут под группах, где определятся финалисты. Во второй день состоятся финальные встречи. «Мы игры будем проводить в двух залах – в зале спорткомплекса «Миттл» и в зале спорткомплекса «Университета». В университете будут играть молодые действующие игроки, и в зале спорткомплекса «Миттл» будут играть команды ветераны. Как и планируем, ежегодно 6-7 команд ветеранов, 6-7 команд молодых действующих игроков». Команды распределены на две подгруппы. Победители будут играть между собой за первые и вторые места. Команды, занявшие вторые места, за третье и четвертое и так далее. По итогам соревнования победители и лучшие игроки будут отмечены специальными сувенирами с портретами Жахана Медиубаева, кубками и медалями. Порезал Баева Жаксылык Нуртай Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем хотели рассказать наши корреспонденты. Если у вас есть интересные новости, звоните на номер 420649 Аман Сауболонсдар. Субтитры подогнал «Симон»!